Ребятки, привет! У нас очередной урок. К нам приехал вот такой вот красавец BMW X1. Сегодня буду показывать вам, как клеить передний бампер полиуретановой пленкой. Бампер здесь имеет не очень сложную форму, но все равно, я думаю, что будет что посмотреть. Будет интересная информация для вас. Надеюсь, этот урок будет вам полезен. Давайте вкратце так расскажу немножко об этом автомобиле. Он к нам приехал на комплексную оклейку. Здесь уже заклеен капот, фары, крылья. Ну и там по мелочи осталось сделать еще передний бампер, зеркала и стоечки. Вот как раз вот сейчас бампер будем с вами вместе делать. Ну что, погнали! Некоторые нюансы давайте расскажу по этой машине еще. То есть, что мы здесь будем снимать, разбирать. Ноздри снимать мы не будем. В принципе, здесь такая достаточно серьезная щель. Вот, что пол пальца сюда практически пролазит. Поэтому пленочка сюда спокойно завернется. Думаю, разбирать это не нужно. Вот. Единственное, что, наверное, снимем, скорее всего, вот эти вот пластиковые накладки. Они достаточно легко снимаются, просто на защелочках. Это мы снимем. Это нам упростит задача вот в это место пленку просунуть хорошо, чтобы не было видно здесь краев. Вот. В принципе, больше разбираться особо ничего не будет. Бампер такой, как я уже сказал, достаточно простой в работе. Давайте еще покажу по инструменту, что мы будем использовать. И про пленку расскажу. Значит, смотрите. Как обычно, нам потребуется вода, мыльный раствор. Здесь на полтора литра примерно 4 кубика шампуня Johnson's Baby. Также нам потребуются некоторые ракеля для работы. Нож с лезвием 30-градусным. Вот в таких упаковочках лезвия Вольфа. Также нам потребуется синтетическая глина. Это для подготовки и очистки кузова. Также нам потребуется обезжириватель. Здесь у нас изопропиловый спирт с водой разбавленной. Концентрация примерно 20% спирта, 80% воды. Вот. Также ватные палочки и праймер для того, чтобы промазать краешки бампера. Попозже покажем вам, как это делается. Также здесь еще, видите, вот такие вот кисточки. Они нам нужны тоже для подготовки кузова, для того, чтобы хорошо почистить все. Вот таким вот образом мы замываем все. Вот здесь вот если есть какой-то песок, пылинки какие-то, то есть все это дело мы здесь вычищаем с помощью кисточек. Увидите, чуть позже все покажу. Так, ну, в принципе, это все, что нам потребуется. Ну, может быть, фен еще понадобится для того, чтобы подсушить края. Так, ну, предлагаю начать. Ну что, начинаем с разборки, с мелкой. Вот эти элементы, как я вам сказал, мы их снимаем. Это нам поможет пленку завести до самого края, вот сюда. Да, кстати, хотел еще показать. Может, заметили? Вот такие вот подкаты от компании G-Suite. Если кому интересно, ссылочку на них могу оставить в конце под видео. Вот они, на самом деле, очень удобные и так хорошо помогают при работе с бампером, если нет подъемника. То есть машина реально приподнята. Вот, посмотрите. Сантиметров, наверное, на 20-25 точно поднимается. То есть очень удобно. А, да, кстати, еще вот эту крышечку тоже так необходимо нам снять. Сейчас идет процесс замытки. Я уже в предыдущих роликах рассказывал, как это мы делаем. С помощью синтетической глины мы все это дело чистим. Удаляем всякую разную въевшуюся грязь в кузов. Для того, чтобы наш кузов был идеально гладкий. Это очень важно. Если останутся на кузове какие-то мелкие вкрапления, битума, грязи, смолы, разметки, все что угодно, то это будет, естественно, заметно. Ну, вот, как наблюдаете, глиной трется по кузову на мыльную основу для того, чтобы пластилин скользил хорошо и все это дело оттирал. Второй рукой мы, как правило, контролируем, проверяем, чтобы кузов был идеально гладкий. То есть этот процесс очень важный. И нужно делать его максимально качественно и аккуратно. От этого зависит качество нашей работы. Что касается пленки. Пленку мы будем использовать фирмы LUMAR. Это пленка LUMAR GLOSS. На наш взгляд, один из самых качественных материалов. Очень любим с ним работать. Пленка такая, достаточно плотная. Толщину имеет более 200 микрон. С хорошим топ-коутом, с хорошим клеем. Но это наше мнение. Сейчас, как раз видите, как применяется кисточка. Все вот эти вот щели, которые есть в бампере, кисточкой аккуратно прочищаются. Потому что в эти все щели забивается грязь, песочек. Кисточка все это дело хорошо очищает. После того, когда мы бампер почистили синтетической глиной, кисточкой прошли все края, обязательно необходимо продуть компрессором все края. Да, сейчас мастер покажет, как мы это делаем. Также вот эти все пластиковые элементы снизу, они тоже должны быть идеально чистыми. Иначе, если оставить их грязными, вся грязь, песок может нам легко попасть под пленку. Поэтому тоже внимательно смотрите за этим делом. Следующим этапом это обезжиривание поверхности. То есть мы берем обезжириватель на тряпочку. Не на кузов, а именно на тряпочку. И обезжириваем, проходим полностью всю деталь, чтобы у нас была идеально чистая. Обезжириватель у нас удаляет, кстати, какие-то остатки битума, которые могли остаться, например, от пластилина легко. Даже какие-то вкрапления даже самого пластилина, если они вдруг как-то подзабились немножко в какие-то микросхольчики какие-то, которые если есть на бампере, то обезжириватель их хорошо удаляет. То есть эта процедура тоже обязательна. По поводу обезжиривателя, какой лучше использовать, тут я вам совет не дам. В принципе, подбирайте уже сами. Можно использовать практически любой. Также обезжириваем и все края. Вот сейчас как мастер делает. То есть обвернули ракель тряпочкой. И обезжиривателем вот так вот проходим также все края обязательно. То есть вот эти все места, где будет пленка у нас подвернута, они должны быть идеально чистыми. Так, сейчас будем промазывать праймером. То есть у нас вот в этой маленькой бутылочке праймер, в другой руке ватная палочка. Покажешь, как это делается? То есть на палочку праймером промазываем только краешки. Те места, где у нас будет заканчиваться пленка и подворачиваться. То есть очень аккуратно, буквально там промазываем, там всего там 3-4 миллиметра максимум. То есть не нужно там злоупотреблять праймером ни в коем случае. То есть только края. Несмотря на то, что мы вот эту вот накладку сняли, и пленка будет заходить под нее, все равно лучше там промазать, как бы для надежности. Также мы проходим все края полностью на всем бампере. Очень аккуратно это делаем. Тонким слоем. Праймер, кстати, используем ProBond. Кому интересно, где купить этот праймер, ссылочку также могу оставить в описании. Праймер очень классный. Наверное, лучший на рынке. Очень быстро испаряется. То есть после того, как промажешь праймером, в принципе, там уже через 30 секунд, через минуту уже спокойно можно клеить пленку. Праймер совершенно не боится воды. Знаете, по поводу праймера. Кто-то не любит им работать, кто-то работает. Скажу так, что, в принципе, мы обычно всегда его используем. Он реально помогает в работе. Ни в коем случае нельзя мазать там толстым слоем, широкой полосой. То есть это не нужно. То есть совсем только краешки. Праймер позволит пленке влипнуть достаточно хорошо. Ну и, соответственно, не отклеится с краев. Это позволяет гарантировать, ну, такое, скажем, максимальное качество работ. И мы будем уверены в том, что даже спустя там несколько лет с пленкой будет все отлично. Так, ну что, бампер подготовили, промазали. Сейчас идет раскройка. То есть сейчас необходимо померить размер. Смотрите, мы всегда меряем так, чтобы... Ну, давай, я вот сейчас на рулетке покажу. То есть вот здесь вот небольшой запас сантиметров пять мы всегда берем. Ну и снизу сантиметров пять. То есть, соответственно, нам нужно где-то, ну, грубо говоря, там сантиметров шестьдесят. А, вот, все, вижу, да, она даже чуть ниже уходит. Сантиметров семьдесят, да. Семьдесят будет нормально. И также мы меряем, да, ширину. То есть можно взять просто от центра и вот таким вот образом померить. Вот смотрите, у нас получается, значит, здесь, сколько так, сто сорок, то есть умножаем на два, получается два восемьдесят. Запасы по бокам брать совершенно не нужно, потому что вы увидите чуть позже, пленку нам необходимо будет натягивать, и она в любом случае вытянется, то есть если вы будете брать еще по бокам запасы, ну, то есть просто лишний материал переведете, то есть совершенно это не нужно. То есть на два восемьдесят, значит, семьдесят на два восемьдесят. Можно даже взять и не два восемьдесят, даже два семьдесят взять, вполне хватит. Так, мы достали рулон из коробочки. И сейчас вот два мастера будут его разматывать, покажем вам, как мы делаем раскройку. То есть лучше всего поставить его стоя. Один мастер держит рулон, второй вытягивает пленочку. Так, ну что, я передал камеру сейчас в руки нашему оператору и покажу вам, как реже, как мы это делаем, как мы режем. Значит, смотрите, еще раз, нам два семьдесят, в принципе, хватит. Нет, наверное, не так. Наоборот, ты вот здесь восхватись. Отмеряем. Так, два семьдесят. Значит, здесь не делаем маленький надрез. Теперь делаем следующее, чтобы это было удобно. То есть вот таким вот образом, 70 сантиметров я здесь поставил, стоп нажал, ножик вот так вот беру, соединяю вместе с рулеткой, протыкаю здесь пленку. И вот таким вот образом отрезаю полосочку. Снимаем защитку с пленки. С защиткой мы не клеим. Кстати, да, кому интересно, пленка LUMAR, она брендируется. То есть вот здесь вот такие вот логотипчики по всему краю пленки идут с одной стороны, а с другой стороны номер рулона отпечатывается. Да, также не забываем и про решетку нижнюю. Все это дело тоже нам необходимо вычистить. Вся пыль, грязь, которая там есть, также чистим. Будем сейчас продувать. Сейчас идет у нас такая уже финальная замывка перед нанесением пленки на кузов. Вот, смотрите, еще важный такой вот момент. Хотел кое-что сказать. Маленький такой лайфхак. Если у нас черный автомобиль, то рекомендуем одевать черную верхнюю одежду. Если вы работаете с белым автомобилем, то рекомендуем, чтобы верхняя одежда была белая. Ну, не знаю, догадались, нет, для чего это делается. То есть на белой машине, если вы оденете черную одежду, то какие-то пылинки, ворсинки черные с одеждой, они могут попасть под пленку, будет не очень красиво, конечно. Вот, но это так как бы не обязательно, но в принципе рекомендуем. Будет гораздо лучше и чище. Так, финальная замывка, соответственно, сгоняем всю воду водосгонкой. Кстати, про водосгонку я вам не рассказал. Вот используем вот такую зелененькую. Очень прикольная, крутая. Нам нравится. Фирма, не помню, как она называется. Викан, да, кстати, вот. Сгоняем всю воду. Бампер уже несколько раз мы мыли, зачищали, продували. То есть он полностью весь чистый, подготовленный. Сейчас вы наблюдаете, как будут снимать защитный слой, лайнер, ну и соответственно уже наносить пленку на бампер. Обратите внимание, то есть мастера поливаем еще и вокруг. Немножко смочили слегка пол, чтобы он был влажный, чтобы прибить всю статику. Аккуратненько снимаем лайнер, смачиваем его мыльной водичкой. Причем это надо делать так достаточно хорошо, обильно. Точно так же мы смочили предварительно и бампер, пленку, бампер, все это смачиваем. Сейчас нам необходимо пробрызгать края спиртом. Вот в этом баллончике у нашего мастера спирт. Соответственно мы пробрызгиваем и края пленки, вот здесь вот самые краешки, ну и соответственно край бампера. Спиртовым раствором, вернее не чистым спиртом, спиртовым раствором. И делаем следующее. Смотрите, что необходимо сейчас сделать. Вот таким вот образом, натяжечкой прям натянуть весь бампер обтянуть. Самое главное это сделать так, чтобы у нас пленки везде хватало. Значит смотрите, необходимо. Так как у нас вот здесь вот сейчас спирт лежит, здесь его спиртом пробрызгали, пленка так достаточно хорошо уже сразу сюда встает, приклеивается. Бампер везде натянули. То есть смотрите, ребята, у нас пленка, все знают, что это полиуретан. Она такая мягкая, эластичная, как резинка. То есть два мастера по краям ее просто натянули под этой натяжкой, то есть она просто обвернула всю деталь. Если видите, она везде лежит вот в натяжечку вот так. Вот края, естественно, мы зафиксировали, потом идем, соответственно, и уже отжимаем полностью всю пленку. Этим самым, то есть приклеиваем мы уже ее к поверхности. Да, для удобства вот такие вот подкатные стульчики тоже очень удобны. Это место, естественно, необходимо обрезать с небольшим запасом для начала. Просто отверстие небольшое отрезаем для того, чтобы можно было там пробрызгать спиртом, спиртовым раствором и все это дело аккуратненько выложить. Что сейчас мы как раз и делаем. Спиртом не просто пробрызгиваем, а еще вот такими вот движениями мы как бы вымываем наше мыло, тот мыльный раствор, который был изначально. С этой стороны как раз укладываем вокруг фары вот таким вот резиновым ракелем. Работать нужно так достаточно быстро, то есть как бы тут медлить как бы нежелательно, потому что пленка влипает. Работать нужно быстро, но четко и правильно. И ракелем отжимать достаточно так сильно, то есть силу прикладывать нужно хорошую для того, чтобы не оставляли каких-то водяных пузырей и все прочее. Ну что, укладываем, значит, вот это вот место. Лишнюю пленку всегда подрезаем, она дает немножко как бы натяжение нам, что не очень хорошо, то есть расслабляем немного пленок, делая надрезы. Ну и здесь также жестко укладываем и нижнюю часть булочки вот этой. Так, давайте, ребята, я вам покажу, как будем укладывать вот эту вот часть возле фары. Проливаем ее спиртовым раствором для того, чтобы сразу пленочка у нас здесь хорошо влипла сразу. Вот смотрите, мы не зря продували, прочищали вот это вот место, где между фарой и бампером, потому что сейчас вот он как раз заливает спиртовым раствором, если бы там был бы песок, то все это дело нам бы затекло бы туда под пленку, было бы не очень, конечно, красиво. Сейчас вот с жестким ракелем, так достаточно жестко отжимает мастер, старается, чтобы нигде не осталась вода, пузырей, потому что он сразу здесь на спирт вложит пленочку. Если какие-то пузыри останутся, но их уже проблематично будет оттуда убрать, только прокалывать, что не очень хорошо вот в таком видном месте. То есть здесь он уже уложил, давайте вам покажу. Все идеально. Вот здесь немножко, да, осталось чуть-чуть воды. Так, смотрите, пленку мы, естественно, будем подворачивать вот в это вот место под фару, поэтому мы сразу оставили там небольшой запас пленки. И это место, где жабры, то есть ноздри, хотел сказать, так же будем все туда заворачивать. Мастер сейчас подрезает пленку таким образом, чтобы остался небольшой запас пленочки, который у нас туда вот в эту щель ляжет. то есть отрезаем прям по краю ноздрей, хромированных, прям максимально близко к краю. проливаем так же спиртовым раствором и ракелем с накладкой вот этой вот алькантарой с жестким ракелем, ну, вернее, это не совсем жесткий такой, в средней жесткости ракель. Все туда сразу на спирт укладываем. Делать это нужно тоже очень аккуратно и так достаточно сильно нажимать для того, чтобы не остались нигде пузыри с водой. Сейчас подрезаем края пленки уже, вот в этом месте, где пластиковые элементы, которые мы не клеим. Также с небольшим запасом отрезали, проливаем спиртом, ну, и, соответственно, так же ракелем аккуратненько туда ее все подворачиваем. Так, укладываем вот это вот место под фарой, тоже здесь такое видное место, и его надо сделать максимально аккуратно, потому что реально это место заметно, то есть если там какие-то будут складки, неровности, то есть это будет видно и не очень красиво смотреться, поэтому здесь нужно делать максимально аккуратно. То есть мы оставили небольшой запас пленки, с этой стороны уже уложили, подрезали, то есть пленочка у нас все туда заходит аккуратно, нигде края не увидеть. Да, кстати, еще забыл сказать, в работе мы также используем фонарики, они нам очень помогают для более точной подрезки. Насчет того, с какой стороны начинать бампер делать сверху или снизу, тут уже надо смотреть непосредственно на сам бампер, то есть на его форму. Некоторые бампера лучше сверху начать, некоторые лучше снизу начать делать. Вот, ну, как правило, чаще всего мы делаем всегда сверху, укладываем верхнюю часть бампера, полностью все подрезаем, а потом, естественно, вот всю нижнюю часть уже доделываем. Так, ребят, давайте показываю вам, как мы укладываем вот эту вот часть, ну, наверное, эта часть, и вот где выше, где противотуманка, это, наверное, такие два достаточно сложных участка здесь, которые нужно максимально аккуратно сделать, ну, то есть здесь такое достаточно сильное натяжение, что здесь, что здесь, это тоже нам надо будет все укладывать. Сначала лишнюю пленку отрезаем, естественно, оставляем запасы. Далее мы используем спирт, спиртовой раствор, пробрызгиваем, ну, и жестким ракелем, либо мягким ракелем, одним движением стараемся это все дело вложить. Где-то пальцами поддерживаем. Самое главное это сделать, как бы, таким, стараться одним движением вот эту часть укладывать, чтобы нам получилось максимально красиво, потому что это место тоже такое достаточно видимое. Здесь, с правой стороны, оставили небольшой запас, примерно полсантиметра, и сверху тоже, ну, там, может, чуть больше сантиметра. И все на спирт. Еще раз напомню, там у нас еще промазано праймером. Все аккуратно прижимаем пальцами. Это место у нас должно быть тоже все аккуратно сделано. И красивенькое. Излишки пленки здесь только что мы подрезали. Вот сейчас вот, как раз покажу, вот здесь вот мастер отрывает кусочки пленки, которые только что отрезали лишним. То есть пленку мы подвели прям под самый край. Вот здесь вот. Все это дело еще будет закрываться накладочкой вот такой вот. Досюда примерно. Ну что, работа с бампером уже подходит к концу. Остались некоторые штрихи. Сейчас отрезали вот эту вот лишнюю часть, нижнюю. Пробрызгиваем спиртом. И таким же движением ракеля мы это все будем аккуратненько туда заправлять. То есть небольшой край пленки. Давай я сейчас попробую увеличить, чтобы было видно. Да, вот так вот все хорошо видно. Давай, показывай. Стараемся, чтобы нигде не остались воздушные либо водяные пузыри. Осталось нам сейчас уложить вот эту вот часть. Давайте вот тут интересный вот такой момент расскажу вам. Значит, смотрите, что мы сделаем. Здесь у нас буквально где-то сантиметр примерно пленка ложится. Ну, может чуть меньше. Сверху тоже примерно где-то сантиметр. А здесь уже у нас идет такая достаточно широкая полоса. Где-то вот такая вот. То есть мы сейчас сделаем следующее. То есть отрежем сразу вот такое вот окошечко. Не очень ровное. Ну, в смысле, как бы не по центру вот этой части, да. Но с таким отступом, чтобы у нас, соответственно, здесь было чуть шире, пленки чуть больше. И сверху, сбоку и с этой стороны, ну, буквально по сантиметру было. И потом одним махом постараемся все это дело вот так уложить, предварительно заспиртовав. Давайте сейчас попробуем. Отрезаем, соответственно, как я уже сказал, вот эту часть с небольшим запасиком, примерно сантиметр. Здесь мы берем запас побольше. Вот так. Не пытаемся уложить ее до самого конца, потому что она вряд ли получится. Все-таки это пленка люмар. Достаточно плотная. Здесь все мы забрызгиваем спиртом. И теперь у нас, что нам нужно сделать? Одним движением постараться уложить пленку. Вот в этом месте. То есть, вот так вот пальцами пленочку натягиваем. И вот так вот ее укладываем. То есть, все, смотрите, очень красиво получилось. Здесь уже можно тоже пальцами слегка поработать. Вот так вот. Важно это делать жесткой стороной ракеля. Даже можно без вот этой фетровой или алькантаровой накладочки. Просто жесткой стороной. Люмар пленка такая, достаточно хорошая, плотная. То есть, жесткий ракель ее никак не повредит. Так, вот здесь я бы спиртом еще немножко пролил. Чуть-чуть осталось. И вот так вот. Уложили. Все. Здесь все легло. Ну все, уложили. Здесь чуть-чуть немножко надо подрезать, потому что здесь пленка у нас слегка на весу находится. Здесь уже пластик заканчивается. Мы сейчас подрежем. А так эта часть у нас очень хорошо легла. Края пленки совершенно не видно. То есть, даже если близко посмотреть, не знаю, может чуть-чуть заметно. Зато все ровненько, гладенько. То есть, так и должно быть. Подрезаем краешки, уголочки. Если где-то пленка у нас торчит. А так. Иногда используем, кстати, фен. Фен используем, как правило, только для того, чтобы просушить края. И все это дело прижать. То есть, вот это вот место, где мы снимали накладку. Так как мы сейчас накладку будем вставлять обратно. То есть, она должна быть сделана уже все хорошо, качественно. Чтобы мы были уверены, что поставив накладку, у нас пленка под накладкой нигде не отойдет. Смотрите, всегда, когда мы, в принципе, бампер сделали, обязательно проходимся еще феном, прогреваем все края. Вот такие вот парктроники мы обычно не обрезаем. Оставляем вот так вот, в таком виде. Сейчас они выглядят не очень, может быть, красиво, потому что здесь еще вода. Но вода немного высохнет. И вот это все место уже прилипнет нормально. То есть, будет выглядеть гораздо симпатичнее, чем сейчас. Ну, то есть, просто обрезать в любой момент можно. А лишние дырки в бампере, вот такие вот открытые места, не очень хочется делать. То есть, туда может попасть вода от мойки, от напора. Ну, то есть, и на самом деле отклеится там пленка, и бампер можно будет переделывать. Только вот из-за этого парктроник. Такие случаи тоже были. Друзья, ну что, работа над этим бампером у нас подошла к концу. Над этим бампером мы трудились примерно до часа полтора. Все прошло удачно, как и всегда. Все края пленки у нас везде подвернуты. Также здесь все пленка везде подвернуто. Накладки мы уже поставили на место. Рекомендации для клиента следующие. В течение 10 дней ни в коем случае не мыть автомобиль. Многие, кстати, клиенты задают вопрос, если на улице дождь, могу ли я ездить. Да, в дождь вы можете ездить спокойно. Главное, не мыть на мойке под давлением. То есть, вот этим аппаратом высокого давления, керхером, так называемым, нельзя мыть. Дать пленке полностью высохнуть, иначе пленка может просто отклеиться с края, если пойти ее мыть раньше срока. Вот. Каких-то особых ограничений больше нет. Ну и в будущем, естественно, после того, когда процесс высыхания закончится, то есть пленка полностью встанет, вот, обязательно при мойке автомобиля соблюдать, скажем, расстояние, да, от моющего пистолета до кузова. Это очень важно. То есть, дистанция должна быть минимум полметра. Также, ребята, я хотел вас поблагодарить за то, что так активно смотрите наш канал. Наши ролики, смотрю, вам так достаточно хорошо заходят. На нашем канале уже тысяча подписчиков, даже чуть-чуть больше. Поэтому в очередной раз не упущу такой шанс, чтобы попросить вас поддержать наш канал лайком и подпиской. Вот. А со своей стороны ждите новых видео. Я вам также покажу и расскажу о том, как оклеивать задние бампера. То есть, у нас тоже в ближайшее время выйдет еще на канале наш новый ролик о боклейке заднего бампера. Я думаю, тоже вам будет интересно и полезно посмотреть. Там тоже есть свои нюансы. Также хотел еще сказать, что у нас есть наш инстаграм. Вот здесь вы увидите название. В описании вы найдете ссылочку на него. Заходите, подписывайтесь. Там тоже всегда много интересного. Ладно, все. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok